Привет, ребят, девчат! Надеюсь, у вас все ништяк. Еду в старый офис, с IT надо поговорить с ребятами. Что-то там новое они замутили, но это не так работает, как должно. Дорожная рассказка на тему... Два вопроса есть. Если хотите, я сделаю просто про классное времяпровождение Стебалова, про комментарии, которые оставляют. Почему такие комментарии начались? Сейчас еще раз я объясню. И у меня несколько вопросов, куда пропали несколько каналов, да, супер популярных в какое-то время. На Святой Руси, разумеется. Так вот, YouTube взялся за мой канал, теперь минимум... Я особенно ничего не делаю, я выкладываю, ну, два видео, одно видео, один short. Все. Больше ничего. И комментарии пошли, ну, просто там, зашквар. Я даже выписал некоторые, чтобы они не улетучились куда-то. Они в комьюнити, в комьюнити, в сообществе. Если вам делать нихера совсем, можете почитать, но это смешно. Вот, типа, основной, главный вопрос, типа, комментарий, ну, да, комментарий, вопрос. О чем видео? То есть, постоянно хотят знать, о чем видео. Я думаю, блин, ну, неужели... Не ясно, что это Стебалово, какой-то там прикол и прочее. Нет, какой-то смысл ищут. Ну, бежали. О, самолетик. Частный. Дискоммерсов очень много. Летают. Так, сейчас поедем. Много раз ездили. Через третий район в... Ну, по популярности, по цене домов. Я был здесь не любитель. Очень как-то скучно все, потому что места мало, земли мало. Домики один прям стоят. И впереди, и сзади земли нет совсем. Это у нас хайдпарк. Вот, так что в выходные можно замутить какой-нибудь стримчик. Поприкалываться. Ой. Это весело всегда. Так вот. Вспоминая о вот этом комментар... О этих комментариях. Типа, о чем, видимо. Ну, ни о чем в основном, ребят. Просто прекрасное времяпровождение Стебалово или что-то такое. Хотят усмотреть какой-то смысл. Я повторяюсь, но это просто я... Блин. Но не лень тоже оставить комментарии. Там есть трешовые комментарии, конечно. Я все оставляю. Никого не удаляю. Никого не баню. Ничего. Все плохие слова YouTube сам... Я вижу, комментарий есть, а его нельзя прочитать. Ну, знаешь, какой-то там... Фу, бля. Фу, бля. Ремонтируют здесь, ремонтируют. Постоянно всегда вот эти вот колдовины. Вот он этот Хайдпарк. Много домиков. Повторюсь еще раз. Они прямо один к одному. Прям вот... Ну, любят... Любят... Юные... Ну, типа... Типа коммерсов таких бизнесов. Вот здесь вот новый построили. Прям один к одному. То есть это вообще стенки... А, нет. Между стенками там полтора метра. Якобы индивидуальный дом. Ну, хрен знает. Нет. Не нужно место. Для посадки травки. Так вот. Читая вот эти комментарии, я так думаю, блин, давненько я не получал никаких сообщений от, к примеру, Немагии. Я давно, давно, полгода назад, что-то в этом духе все как-то скрутнуло, да? Ну, может быть, чуть побольше. Был у них какой-то стрим... Вернее, у Леши был стрим про их состояние. У Миши про состояние с Лешей, что они там делают. И все. Теперь зашел, смотрю, каналов нету никаких. И потом я пошел на серьез... Ну, там видно какой-то конфликт. Потом я думаю, о, классно, где же Сереженька Симонов, король дизлайков, да? Господи, я даже его не узнал в начале. То ли он, что он делает, в смысле, употребляет, я не могу сказать, но это какой-то трэш. То есть такое впечатление, что кто-то записывает то ли стримы... Но его каналы стримы все либо закрыты, либо удалены. Там самый свежий, ну, 6 месяцев назад, по-моему. И я офигел. То есть, вау. По-моему, кто еще? Сразу я не могу вспомнить, чувак такой... Его даже, то ли он в Терягу попал, то ли он, может быть, в СИЗО сидел несколько месяцев, что-то в этом духе. То, может, действительно посадили. Очень, наверное, самый популярный блогер на данный момент года 3 назад, 4, или что-то в этом духе. Ну, до ковида, до вируса. Ух ты, Volkswagen какой классный. Здесь дороги якобы, да, типа классный район, дороги всегда будут ужасные. Обычно. Ух, грязная машина. За такими аккуратной... Потому что в огромных их колесах всякая маленькая щебеночка может быть. И полетит вам прям в лобовое стекло. Лучше дистанцию держать, ну, или обогнать. Полицейский участок на правой стороне. Это всегда радует. Я здесь устраиваю гонки с ними. Вот, в общем, что такое там случилось? Как же его, блин. Кучерявый такой, любитель пива. Очень мощный любитель пива. Это тоже повлияло... Ну, вообще, бухнуть, но он постоянно там на пиве сидел. Ну, и, наверное, сидит. И вроде новый стрим, который он делал, про Лешу и Мишу. Я особенно не смотрел, мне по барабану. В общем, вот такая история. Здесь район называется Окли. Ну, здесь так, на... Ближе к четверочке. Домики. В основном такие скворечники. Есть старые каменные, 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 настоящие каменные, да, кирпичные я имею в виду. Не отделные, а просто выложенные из кирпича. Это все новостроено. То есть, у них стены там нужно крошить. Вам всегда везет на дождичек. Сейчас у нас 42 фернхайда. Ну, это где-то, наверное, 8. Ночью были заморозки. Так что, нормально для... В Санцинате. Вот в Коламбусе полтора часа езды на север. Вы почувствуете сразу, что холоднее. А в Чикаго, в Чикаге, я почувствовал это очень... Из тачки вышел. Ух, круто! Благо, была парковка. В стоимость гостиницы входила парковка. Разумеется, я за нее заплатил. Но при этом ты не сам ставишь тачку. Valley Parking называется. То есть, там чувачки и... Забирают у тебя машину. Ставят ее. Вы приходите, вам нужна машина. Ну, что я там одну ночь перекантовался. Удочкам ребятам дал ключики. Машинку привезли. Супер! Кто же у нас на этой Toyota? Затонированные стелки. Хрен поймешь. Видите, какой район? Вроде бы более-менее ничего, но дороги здесь трэш. Полный трэш. Причем, они всегда в таком состоянии. Вот направо сейчас повернем. Там будет, может быть, чуть-чуть получше ее сделали. До конца, до... Мы сейчас на Мэдисон. Чуть подорожал бензинчик, но все равно спасибо. Спасибо. Что тут делать с этим бензином? Ну, классно. Я помню, было четыре с половиной, когда... Как-то разок. И под лето, вот пускай люди поехали. Причем, ну да, до вируса. Что там был? Какой-то кризис. Кризис очередной. Или хер его знает. Построили новый... С правой стороны я постараюсь чуть-чуть помедленнее поехать. Новый какой-то фэстфул. Свенсен. Свенсен. То есть, вот такие места для меня, они... Если такие люди, как я, они прогорят быстро. Я люблю зайти внутрь, покушать внутри. Я не люблю в машине есть вообще. Машина... Вот потихонечку сейчас. Вот такие тачки. Вот такая. Свенсен. То есть, останавливайтесь. Вам приносят эту еду. Все-таки, я не думаю, что там есть столики и прочее. Так, радиостанция вот... Вернее, это какой-то офис, где много новых радиостанций. Видите, сколько? Парковка. Парковка, наверное, где-то отдельно у них. Что, где, чего? Понятно. А, сзади парковка. Сзади стани. Вот, то есть... Есть Sonic, там есть места летом, можно сесть на улицу. Нормально. Ну, может быть, я там кушаю раз в три месяца иногда. В машину я не беру вообще. Так, сегодня, на этой неделе, официально, то ли 12-го, ну, в общем, либо завтра, на этой, в общем, скоро официально будет, будет официально травка. То есть, можно, если вы где-то хотите купить семечки, если продаются, да, семена, семечки, семена. Вот с левой стороны, там, тусовка большая, машин много. Это вот, где берут медицинскую травку. Очень мутные рожи, очень мутные... Вот, так что этим ребятам нужно быстро переквалифицироваться. По идее, после того, как сейчас делают всякие бумаги. Потому что они не знали же, что будет, не будет. То есть, конечно, это бюрократическая государственная система. Они совершенно не подготовились к этому. Ну, наверное, сейчас и всякие какие-то акты начинаются делать. Ну, правила и регуляции, regulations по поводу этой травки официально, да? Ну, я знаю, где семена покупать уже. О, чья это тачка? Интересные дела. А, у нашего склада там. То есть, этим ребятам нужно быстренько переделать все, чтобы я без всяких карточек туда зашел. Там меня, наверное, не то, что не пустят, но пустят, скажут. А может, и не пустят, скажут вежливо, дайте нам вашу медицинскую, там, чего-то, разрешение и прочее, да? Что я могу купить, да? Мне не нужно сейчас никакого разрешения теоретически. Но таких магазинов открытых, да, еще я не знаю пока. Рассада тоже, это очень мощный момент. Ну, вот она, контора. Сейчас мы заролим. Ненадолго, на часок. Быстренько провентилируют там все дела. Все на месте. Будет время, не обещаю, на этой недельке в Home Depot. Посмотрим там, какие у них инструменты. Давненько я не заезжал. Сделаем вам обзорчик. Окей, USA!